МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может быть, посмеемся вместе, если, конечно, не перехочется. Сегодня в нашей программе вы увидите. Им пора повесить балетки на гвоздь. По каким признакам вычислить на свадьбе танцора от Бога? Свадьба без драки, деньги на ветер. Почему свадьбы редко обходятся безрукопашными? Пир на весь мир. Как иностранцы реагируют на блюда традиционной русской кухни? Если ты не вырос, если ты не родился и не вырос в этой стране, ты никогда не... Это просто газовое оружие, запах. Например, гречка. Это любительское видео, снятое на одной из свадеб в Новой Зеландии, может шокировать. Складывается впечатление, будто гостей поразила психическая зараза. Но это не так. Необычное для нас поведение на самом деле хака. Традиционный танец коренной народности маори. Посмотрите, как происходящим растрогана невеста. И вскоре сама пускается в пляс. А ведь свадьба – это тот праздник, у которого нет географических и национальных границ. Женятся везде. От Зимбабве до сибирской глубинки. Но какие они? Современные свадьбы. Оказывается, существуют устоявшиеся стереотипы. Эксперты говорят, самая экстремальная свадьба – чеченская. Самая прижимистая и в итоге голодная, не поверите, американская. Если вы можете представить это на русской свадьбе, я, допустим, нет. Нет одного вида, было плохо. Самая изысканная свадьба, несомненно, итальянская. Наиболее расчетливая – японская. Странная – китайская. А самая разгульная – русская. Гульнуть, как в последний раз, там, свадьба, юбилей или какое-то событие, которое мы отмечаем, берутся под это огромные кредиты. Как ты играешь свадьбу своей дочери или как ты играешь свадьбу своему сыну, является показателем широты твоей души. Опа! И правда, русская свадьба – это маленькая жизнь. Здесь есть все – грусть и радость, смех и слезы, тревоги и пожелания счастья. К свадьбе в России всегда относились как к особому сакральному ритуалу. А русские традиции во все времена славились своим размахом и раздольем. Поэтому пир на весь мир – это, несомненно, прорусские свадьбы. Так как гуляют наши? Посмотрите, это деревня Ивашково и обряд выкупа невесты. По русской традиции жених должен преодолеть все трудности на пути к своей возлюбленной. Это? Нет. Ну как нет? В белом? Вы кого мне дали? В белом. С колокольчиком. С колокольчиком? С колокольчиком. Конфеты ест. Конфеты ест. Девушка? Девушка. На этой свадьбе зажигает Санек из Волгограда. Конкурс, в котором танцуют только ноги. И куда же без баяна? Жил Герасим немой. Не мог слова сказать. Он с мамой и дружили. Раскутри его, макс. Если даже тебя Утопить я смогу В сердце каждой твой взгляд До конца сберегу В плыве, муму! В плыве, муму! А на этих кадрах, снятых в Петербурге, свадьба никак не напоминает традиционное. Только представьте, в разгар празднества ворвалась полиция и эвакуировала всех гостей. Думали, в здании бомба. Гости побросали все, кроме алкоголя. Пикник на обочине? Не то слово, это не то, что на обочине, это на Мерседесе. В итоге тревога оказалась ложной. И вскоре веселье продолжилось. Чего только не случается на русской свадьбе. Только представьте, в городе Лобинск, Краснодарского края, невеста, позируя перед камерой по местной традиции, бросила букет цветов в воду реки Лоба. И вдруг заметила, как в нескольких метрах от моста в ледяной проруби барахтаются мужчина и девочка. Забыв обо всем, гости поспешили на помощь утопающим. Все закончилось благополучно. И чтобы ничего подобного в жизни молодых не случалось, на русской свадьбе непременно бьют бокалы на счастье. Эксперты говорят, обряд появился не из-за разгульного русского характера, а скорее из-за народной мудрости, согласно которой любая разбитая посуда – к счастью. Раньше били глиняные горшки. Сегодня исключительно бокалы. Но смысл остается тем же. Три, два! А здесь невеста бросила бокал на счастье. Но эффект получился не тот, которого ожидали. Один, два, три! На этой свадьбе досталось жениху. Три, три! А этот парень только женился, но уже успел насолить теща. А вот видео из Якутска. Слишком сильное стремление к семейному благополучию едва не отправило жениха в больницу. Во время свадебных гуляний он решил разбить бутылку шампанского на счастье. Но что-то пошло не так. А бывает, что вместо бокалов бьют машины, как на этих любительских кадрах. Забавный и одновременно печальный казус произошел на одной из волгоградских свадеб. Сразу весь кортеж попал в глупое ДТП. Праздновали прямо на дороге. А этим ребятам ГАИ ждать не пришлось. Свадьбы в деревне всегда проходят весело и задорно. Но на этот раз, похоже, немного переборщили с весельем. Получилось, как в самом настоящем блокбастере. Погоня, стрельба, задержание. Молодец! Молодец! Или вот посмотрите на эти забавные кадры. Немного воздушных шаров и самодельная сельская повозка превращается в шикарный свадебный автомобиль. Такое возможно только в российской глубинке. А как вам такая идея? Это любительское видео снято в городе Лиски, Воронежской области. Похоже, женится комбайнер. На этих любительских кадрах необычный подарок молодоженам. По русской традиции на наших свадьбах есть все. Литры горячительного, тазики с салатом оливье, танцы до упада и, конечно же, веселые конкурсы. Литры горячительного, тазики с салатом оливье, танцы до упада и, конечно же, веселые конкурсы. А, молодец! При этом в любых, даже самых неловких ситуациях, наших спасает непревзойдённое чувство юмора. Убедитесь в этом сами. Например, невеста из Иркутска заказала вот такой свадебный клип, чтобы приглашённые, глядя на её избранника, не задавали лишних вопросов. Ай-яй-яй, что же скажут люди, что мы с тобой никогда не будем? И вообще, я тебе не пара, ты такой чёрная-белая дама. Погоди, никого не слушай, я хочу вкуснями закушать. А далее лежат я бананы, супертроний манчон с гей-дамой. А как вам такой розыгрыш на русской свадьбе? Во время празднования в ресторан ворвались представители госнаркоконтроля и арестовали виновников торжества. Шокированные гости не сразу поняли, что их разыграли. Госнаркоконтроль, господа! Такой госнаркоконтроль на свадьбу. А партнер, что ты дай ей? Потому что какие-то горькие, господа. Наркотики горькие! А у нас свадьба, потому что, я не знаю, где вы находите, или... Горька! 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 А вот посмотрите, как шутят американцы. Залезть с фонариком невесте под юбку. И что бы вы думали, достать оттуда грязный? Впрочем, посмотрите сами. Это еще что? Вот такое яркое и незабываемое во всех смыслах предложение один парень нетрадиционной ориентации сделал другому. Вот они, граждане США, под раздужными флагами пляшут в коротких шортиках на одной из улиц Нью-Йорка. Если вы хотите знать, населял ли кто-то разумный нашу Вселенную до появления человека, эта книга для вас. Битва цивилизаций, документальный сборник, в котором мы честно изложили самые последние гипотезы археологов, историков и астрономов, которые утверждают, мы, люди, скорее всего, не единственные разумные существа, когда-либо населявшие нашу Вселенную. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Свадьба без драки, деньги на ветер. Почему свадьбы редко обходятся безрукопашными? Недетские забавы. Как американцы гуляют на свадьбах? Что русскому хорошо, то иностранцу смерть. Чему удивляются европейцы, побывав на русской свадьбе? Для физически чистоплотных европейцев было бы дикостью пить из туфли, которую только что сняла невеста, да, потому что для них чересчур. Но, с другой стороны, как только они выпьют чуть побольше, они готовы лакать даже из лужи. Совместный проект телеканала РЕН-ТВ и благотворительного фонда «Ворлд Вита». Славе один год, и у него порог сердца. Требуется срочное хирургическое вмешательство. Стоимость операции 3 миллиона 110 тысяч 96 рублей. Вы можете помочь Славе, отправив СМС с любой суммой на номер 8888. Также деньги можно перечислить на сайте рен.тв. Вместе мы справимся. Если в России свадебные конкурсы смешные и безбашенные, то на Западе акцент совсем иной. Посмотрите, например, вот это любительское видео, снятое во Флориде. Друзья жениха сначала произносят поздравительную речь, а затем, раздевшись до трусов, один из них просто сбрасывает со стола трехъярусный свадебный торт. Зачем? Остается только догадываться. Но гостям все это кажется забавным. А это видео с другой американской свадьбы. Забавная, по мнению местных, шутка. Друзья жениха – трансвеститы. Не каждый способен вот так надеть корсет, женское ажурное белье и станцевать перед толпой гостей на шпильках. Вот это сюрприз! С выбором угадали. Кстати, из видео становится ясно, такой недетский ракурс американцам кажется забавным. Невеста в восторге. А вот посмотрите, американская зомби-свадьба. Изысканный похоронный стиль. Все гости будто немного подгнившие, постарался гример. Неожиданно из импровизированной могилы вылезает жених. Гости приятно удивлены. Посиневший жених берет за руку избранницу. И дальше все в лучших традициях жанра. При этом американцы и европейцы воротят нос, глядя на наши конкурсы. Но только до первой рюмки. Для слишком чистоплотных европейцев было бы дикостью пить из туфли, которую только что сняла невеста, потому что для них чересчур. Но с другой стороны, как только они выпьют чуть побольше, они готовы лакать даже из лужи. И мы знаем, что у них такие конкурсы проводятся, когда в лужу наливается алкоголь и, так сказать, покругленно. И это видео тому доказательство. Изрядно выпив, жених участвует в странном конкурсе. Перед ним на стуле сидит теща, а он гладит ее коленки. Это, если кто не понял, розыгрыш такой. Странно, дико. И самое любопытное, никто не просит остановить эту вакханалию. Правда, эксперты признаются, что конкурсы, как таковые, для американской свадьбы – исключение. Чаще всего их свадьбы напоминают отрепетированные похороны. Скучные, печальные и недоли экспромта. Свадьба за рубежом – это, в первую очередь, договор и контракт. Любовь, как таковая, там все время выходит за скобки. Соответственно, сама процедура свадьбы тоже очень зарегламентирована. Вы себе можете представить, чтобы у нас свадьбу отрепетировали. А там с приглашенными, с теми же самыми людьми, которые будут у вас на свадьбе, вы эту свадьбу репетируете. Однако даже самая дотошная репетиция не может гарантировать безупречного результата. Это подтверждают кадры из Миннесоты, США, где свадебная фотосессия неожиданно завершилась заплывом. А все потому, что в воду обрушился причал, на котором фотографировались гости. Кстати, рекордсмены по количеству фотографий с любого мероприятия, в том числе и со свадьбы, это, несомненно, китайцы. И надо сказать, они, в отличие от американцев, те еще затейники. Ведь китайские свадьбы можно однозначно назвать самыми раскрепощенными. Убедитесь в этом сами. Или как вам эта странная забава? Невесту подбрасывают над кроватью с надувными шарами. Цель – лопнуть все шары. Китай – это аграрная страна. Страна, в которой большая часть населения еще 30-40 лет назад жила в селениях. И к вот этой большой культуре не была привлечена отсюда. И абсолютно такой деревенский подход к свадьбе. То есть, когда подшучивают над женихом по поводу его половой силы, подшучивают над невестой о том, какой она будет, так сказать, не только хозяйкой, но и любовницей. Ирландец Гаррет Джонсон – международный эксперт в области маркетинга. Поэтому много путешествует. Гаррет свободно говорит на 11 языках, что позволяет ему изучать культуру разных народов. Иностранец признается, китайские свадьбы могут шокировать своей неординарностью. Однако именно русские свадьбы – это отдельный феномен. Однажды Гаррет побывал на русской свадьбе в поселке Листвянка Иркутской области и до сих пор не может этого забыть. Он утверждает, такой удали размаха и душевности не видел нигде. Русская свадьба – это Россия маленькими буквами. То есть, это дистиллированная душа самых русских. Например, русские люди чем отличаются, на мой взгляд, от европейцев? Одна из разниц – это очень большая амплитуда эмоций. Если русский тебя любит, он любит тебя всей душой. Если он тебя ненавидит, он ненавидит. Свадьба в Листвянке иностранцу запомнилась прежде всего за душевными разговорами. О счастье, о жизни, о непростой русской судьбе говорили весь день и всю ночь напролет. Очень хорошие разговоры. То есть, ты встречаешь людей из всех возможных, как сказать, сфер жизни. Были математики, были физики, врачи, люди, которые копают дорогу. И все готовы с тобой разговаривать и достаточно глубоко. То есть, нетривиальные разговоры. И мне кажется, русская свадьба, я думаю, что если бы я хотел объяснить нашему западному человеку, как понять страну, я бы его взял с собой именно на русскую свадьбу. И с этим сложно поспорить. Недаром русские классики писали, что непростой русский характер раскрывается в самых сложных условиях. И к ним, несомненно, относится свадьба. Ведь только на наших свадьбах от любви до ненависти один шаг. Я приехал на эту свадьбу. Это город Лестьянка. Это прямо на Байкале. Я приехал, и дрались. Два мужа, уже пьяни были, дрались. Я возвращаюсь через 15 минут, они уже дрались. О, Женя, ты меня... И правда, выпили лишнего. Но бывает. Подрались, так потом и расцеловались. А вот на Украине, к примеру, конфликт миром не заканчивается. Об этом говорят вот эти любительские кадры. Инцидент произошел в Кузнецовске, Ровенской области Украины. Во время празднования свадьбы началась перестрелка, которая в итоге закончилась задержанием и судом. А ведь принято считать, что это русская свадьба, не свадьба без драки. И действительно, наши редко обходятся без рукопашной. Водка течет рекой. Недаром же есть выражение, что такое комсомольская свадьба. Это ведро водки и ведро салата оливье. Задача, чтобы все пили, и дядя Коля, и тетя Маша, и все орут песни, визжат, друг друга заводят, а потом начинают колоть друг друга ножами или стрелять, в зависимости от того, что под руку подвернулось. Но если вы думаете, что дерутся на свадьбах только русские, то вы ошибаетесь. Больше всего несчастных случаях на свадьбах у британцев и американцев. Вот посмотрите, это видео снято в Филадельфии. Сразу две американские свадьбы подрались, не поделив отель. Дело кончилось смертью гостя. Конфликт, начавшийся в фойе отеля, перерос в рукопашную, и на кадрах видно, как ситуацию пытается исправить полиция. Но тщетно. А это видео снято в Калифорнии. В потасовке схлестнулись несколько десятков человек. Гости в красивых костюмах бьют друг другу лица, и все это действие разворачивается на парковке. А вот как проходит свадьба в Чопорной Англии. Драки – это еще что? Свадьба, которая пела и стреляла. Так говорят про Кавказ. Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Кавказ – дело тонкое. С каким размахом празднуют свадьбы в южных республиках? Пир на весь мир. Как иностранцы реагируют на блюда традиционной русской кухни? Если ты не вырос, если ты не родился и не вырос в этой стране, ты никогда не... Это просто газовое оружие. Запах. Например, гречка. В недрах интернета можно отыскать немало шокирующих любительских роликов с кавказской свадьбы. На них все в лучших традициях жанра. Стихийное перекрывание садового кольца с лесгинкой и национальные флаги, и стрельба на ходу из машины на новом Арбате. Но это в столице. А за ее пределами классическая картина. Череда шикарных машин, характерная музыка, номера дагестанские. Все сходится. Лесгинка, жареный баран и, конечно, пострелять. Нанимают гигантские кортежи машин. Обгоняют других участников дорожного движения. Выходят на встречную полосу и стреляют в воздух. Стрелять могут из духовых винтовок, из стартовых пистолетов, но иногда бывает из боевых. При этом кавказские свадьбы – это пышность невероятная. Кавалькада лимузинов. Красота невообразимая. На кавказской свадьбе без перчинки не обходится. Существует необычная традиция, которую в народе нарекли битвой за почетное место. Суть ее проста. Когда кортеж возвращается к дому жениха, водитель машины, которой удалось занять почетное второе место за автомобилем с невестой, получает ценный подарок. Это может быть шикарный ковер или отдельный стол на свадьбе, куда могут сесть только выбранные победителем люди. Опасная забава нередко оборачивается трагедией. И вот посмотрите, чеченская свадьба и битва за второе место. А это свадебный форсаж по-алматински. Два водителя устроили экстремальное дрифт-шоу, из-за чего на дороге образовался затор. Более того, оказалась традиция стрелять на свадьбах выходит далеко за пределы Южных Республик. И не так давно такая забава в Индии закончилась жуткой трагедией. Во время праздничной стрельбы был застрелен жених. А эти кадры из Саудовской Аравии. И вот вы когда-нибудь подобное видели? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но это все после. Ведь свадьба начинается с церемонии заключения брака. И оказывается, она не всегда проходит гладко. Посмотрите, например, на это любительское видео. Жених и невеста с трудом скрывают волнение и вдруг... Это еще что? Неловкий казус на этом видео стал настоящим интернет-хитом. Трогательный момент, во время которого невеста произносила свою клятву, был прерван? Впрочем, посмотрите сами. А как вам такое? Впрочем, что мы сделаем вместе. О! Хорошо, у невесты все в порядке с чувством юмора, а у некоторых даже слишком. Как на этих кадрах, когда текст клятвы вдруг прервался неконтролируемым смехом невесты. Я не боюсь этого в моей жизни. С некоторыми так шутить не стоит. Вот, например, роспись русской девушки и турецкого парня. Жених решает пошутить и говорит заветное «нет». В итоге регистратор разворачивается и уходит, так и не расписав молодоженок. Кольцами обменялись, а дальше поздравления гостей и памятные фото. И то, и другое редко проходит гладко. Чего же пожелать молодым? Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! Счастья, здоровья! А у кого-то с фантазией напротив отлично. Вот такое оригинальное поздравление придумал свидетель на одной из свадеб в Саратовской области. Хочу, что жизнь ваша была такая же сладкая и в ней было просто рас azia на сложение как в банде. Чтобы вы постоянно шли руководку вдвоем, как две палочки, три. И чтобы перед вами никогда не знала какая-нибудь там сомнительная Аленка. Ну, или там, я не знаю, опять же, ну, какой-нибудь петушок, понимаете. На этой свадьбе не обошлось без курьезов. Гости поздравляют молодых, и вдруг происходит неожиданное. Сервиз! Хотели подарить на палец, простите, но это получилось на счастье! Вот он, волнительный момент. Несмотря на то, что главный момент для жениха и невесты это обмен кольцами, для гостей кульминация торжества это непременно застолье. Так было сто лет назад. Ничего не изменилось и сегодня. Говорят, на наших свадьбах стол самый масштабный. Готовывают очень вкусно, потому что люди с собой берут, как подарки, может быть, берут с собой дома приготовленную еду. У тебя есть возможность, это прямо кулинарная галерея Сибири. Все готовы то, что умеют. Кто-то блинчики, кто-то еще что-то, кто-то еще что-то. И получается гораздо вкуснее. Однако многие из наших популярных национальных блюд вызывают удивление у иностранцев. Как это говорили на русском? Кузька. 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 Если ты не вырос, если ты не родился и не вырос в этой стране, ты никогда не... Это просто газовое оружие, запах. Например, гречка. Я вам честно скажу, если бы я попал, если бы я здесь жил в 30-х годах, с тревоженным чемоданом за дверью, и пришли бы ЧК за мной ночью, отвезли бы в Лефартово или Любянко, сказали все, электроды, может быть, я бы не сдал никого, но если бы они принесли тарелку с гречкой под носом, я бы сдал всех друзей, все-все-все-все-все. То есть это просто газовая атака. И действительно, в этом есть доля правды. Нам, русским, обожающим гречневую кашу, не понять жутких американских тортов из конфет, шоколада, квафель, политых приторным джемом. Так, это картошка запеклась в апте. Это все растворилось, сладкое орехи запеклит сверху. Вы не поверите, но американцы, как оказалось, самая прижимистая нация в мире. Эти любители поесть, когда дело доходит до серьезных трат, не прочь сэкономить. И поэтому с едой на американских свадьбах нередко напряженка. Обратите внимание, пустые столы. А гостям заняться нечем, вот они, собственно, общаются, ходят вокруг, вот здесь уже шумно, все берут на руки детей. Вот так происходит большинство свадеб. Иммигрантку Оксану Торвель шокировал тот факт, что американские свадьбы, как выяснилось, не имеют ничего общего с голливудскими пиршествами. И вот доказательство. Как вам такое меню американской свадьбы? Немного сыра с оливками и салатик с кусочком курицы. В этом месте Задорнов бы сказал, наберите воздуха побольше. И правда, ведь чем-то же нужно заполнить желудок. По еде, ну, это лучше видеть, чем слышать. То есть не ожидайте на американской свадьбе увидеть такого количества еды и закусок с, вот, скажем так, с российским размахом. Там можно, на самом деле, остаться голодным. Сразу вспомнились русские свадьбы с непременными котлетами, глупцами, нарезками, салатами, без счета и жареным поросенком. А вот это вот страсти вокруг еды. Ну, вот они говорили, что огромное спасибо жених и невеста тем, кто подготовил нам такую замечательную, такую вкусную еду. Вот, собственно, как это выглядело на тарелке. И больше ничего не было. Действительно, такого не встретишь на русской свадьбе. Кстати, именно на наших, а также на итальянских, французских грузинских и греческих свадьбах, как правило, ломятся столы. Свадебное пиршество в этих странах нередко сосредотачивается вокруг стола с яствами. Это коллективная радость, наполняющая души через пищеварительную систему. Славятся своими застольями и китайцы. Гостям за вечер предлагается отведать от 8 до 10 блюд. Главное – это просиная каша с маслом. Кстати, по древней китайской традиции, перед свадьбой невеста должна отведать мясо свиньи и петуха, высланное ей семьей жениха накануне. Что происходит с нами и с нашей европейской цивилизацией? Почему так непрочны семьи? Почему с таким трудом и так мало рожает последнее поколение Земли? Если вы ищете ответы на эти вопросы, наша новая книга для вас – «Тайны мужчины и женщины». Документальный сборник, в котором свой взгляд на взаимоотношения мужчин и женщин высказывают врачи и психологи, историки, антропологи и специалисты в области любви и ласки. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Им пора повесить балетки на гвоздь. По каким признакам вычислить на свадьбе танцора от бога? Лови букет. Как на самом деле выглядит безудержная жажда выйти замуж? На чужой каравай рот не разевай. Зачем американцам торт на свадьбе? При этом мы привыкли думать, что в России на свадьбах стол хоть и ломится от всевозможных яств, но якобы еда отходит на второй план, и главное место занимает все-таки выпивка. Поверьте, этот стереотип не имеет ничего общего с реальностью, и эти кадры тому доказательство. Этот голосистый парень англичанин. Тот, кто гулял на английских свадьбах, знает, пить как англичане вряд ли кому-то под силу. Это Англия. Это было очень жестко, потому что мы все напились, а жениха раздели до головы, купили в полицейском участке за взятку эти наручники, его к уличному фонару прикрепили и оставили. Сама полиция приехала. А как вам, например, вот эта американская трезвенница, королева танцпола в жгучем красном платье? Эта девица зажгла так, что навес не выдержал ее натиска. Итог печален. Столб упал прямо на невесту и разбил ей нос. Иностранцы вообще пить не умеют. Русские, конечно, более в этом плане продвинутые. Конечно, есть разные компании. В каждой стране свои традиции. Например, в Индии, только представьте, непривлекательную девушку могут выдать замуж за козла или пса. Такой обряд помогает изгнать из нее всю нечисть, а значит, в ближайшем будущем она сможет найти себе настоящего мужа в человеческом облике. На этих кадрах традиционная индейская церемония в одном из рыбацких городков на юге Мексики. Ничего особенного, просто местный мэр женится на крокодиле. И так происходит каждый год. Все ради того, чтобы был хороший урожай. Но и это еще не все. На Бали, к примеру, существует обычай, и согласно которому будущим молодоженам подпиливают зубы. Этот обряд символизирует укращение животных инстинктов, которые присутствуют у людей. Всего подпиливаются шесть зубов. Каждый из них соответствует искоренению одного из пороков. Чревоугодия, гнева, жадности, зависти, глупости и похоти. А вот в раскрепощенной Японии чаще женятся не по любви, а ради взаимовыгоды. До сих пор 30% японских свадеб происходят в результате организованных родителями свадовства и сматрин. Амиаи. Когда мы говорим, ну по расчету. Главное, чтобы расчет был правильный. Чтобы не было, как описывал Зощенко, а на другой день Володька Завитушкин пошел в ЗАГС и развелся. Более того, японская свадьба не предполагает танцев и поцелуев под крики Горько. Как и вообще буйного веселья и проявления эмоций. Но это не самое удивительное. Только представьте, в Шотландии по местному обычаю невесту до свадьбы в буквальном смысле поливают грязью. Мерзкая смесь изготавливается из разных ингредиентов. Кислое молоко, яйца, соусы. Этот ритуал проводится накануне бракосочетания и символизирует изгнание злых духов. Какими бы странными и дикими не казались свадебные обычаи некоторых народов, любую свадьбу объединяет одно – танцы. Танцы на свадьбах, кажется, отдельный феномен. Почему? А вы видели когда-нибудь, как бесы вселяются в человека? Так вот, это, похоже, происходит на каждой свадьбе. Не верите? Перед вами танцоры от Бога, которым давно пора повесить балетки на гвоздь. На этих кадрах дамочка изрядно поддав, пустилась в пляс. Несмотря на свои внушительные габариты, она отрывается на танцполе по полной программе. Остальные гости на ее фоне выглядят серой и безликой массой. На этой свадьбе танцуют свидетели. Или вот, этот парень и не подозревал, на что способен, пока не оказался на русской свадьбе. А эта красотка в жгучем красном, похоже, королева танцпола. Нередко номера не столько фееричны, сколько травмоопасны. А вот американская свадьба и традиционный танец жениха и невесты. К нему всегда готовятся заранее, но не всегда получается так, как задумали. Кстати, ученые не так давно сделали неожиданное открытие. Они установили, мужчины в большинстве своем не хотят жениться, потому что у них срабатывает инстинкт самосохранения. Вы сильно удивитесь, но специалисты выяснили, золото, оказывается, может вызвать у мужчин сексуальное расстройство. Звучит невероятно. Но медики абсолютно серьезно заявляют, когда обручальное кольцо носят на руке много лет, оно оказывает влияние на организм. Особенно чувствительны к золоту мужские половые железы. Результаты опытов доказали, что даже доли миллиграмма этого вещества способны нарушить работу половых желез, что в итоге приведет к серьезным сексуальным расстройствам. А вот гормональная и половая системы женщины лучше защищены от внешних воздействий. Поэтому на женщин оксиды золота не влияют. Теперь становится понятно, почему подсознательно мужчины всячески сопротивляются законному окольцовыванию. Не из-за прихоти или женоненавистничества, а исключительно в целях самосохранения. Я уверена, что эту теорию придумали мужчины, которые не хотели жениться. Дабы дать еще один научный факт, доказывающий, что это не стоит делать. И действительно, к такому результату исследований ученых сложно относиться серьезно. Но доля смысла в этом, несомненно, есть. Помните тот известный анекдот? Ваня сказал «Привет», а Ира мысленно сыграла с ним свадьбу и родила троих детей. И ведь сюжет похож, взят из жизни. Убедитесь в этом сами. И вот он, инстинкт самосохранения в действии. Молодой человек ловко отбивает букет невесты, летевшей прямо в руки его девушки. Судя по лицу красотки, этот жест ее просто шокировал. А другой забавный случай. Раз, два, три! Так не доставайся же ты никому. А ведь народная примета гласит, если девушка поймала букет невесты, то в течение года она должна выйти замуж. Именно поэтому некоторые девушки ловят букет, как свою последнюю надежду. Доподлинно неизвестно, где впервые появилась традиция, но на современные российские свадьбы она попала во многом благодаря американскому кинематографу, уверяют эксперты. Невесты дерутся, срывают друг к другу вот эти там накладные волосы. Был случай, когда невесты, выпрыгивая за букетом, столкнулись таким образом головами, что впоследствии была черепно-мозговая травма, серьезная достаточно. Но при этом она приехала с букетом, ну вот, в реанимацию и с черепно-мозговой. Как правило, любая свадьба, конечно же, заканчивается свадебным тортом. И традиция эта уходит своими корнями в далекое прошлое. Так на Руси в старину считалось, что преломив хлеб с человеком, вы становитесь близкими друг к другу людьми. Якобы именно от этого обычая пришел обряд разрезания торта. Но бывает, что дело до разрезания торта не доходит. Как на этих безумных кадрах. Чтобы напугать молодоженов, организаторы уронили торт-дублер. А затем произошло то, чего не ожидал никто. Вот он, вот он, долгожданный, вкуснейший торт. Вот теперь давайте аплодировать, друзья! Владислава, Сережа, вот такой подарок! На этих кадрах ситуация не лучше. Быстрее, быстрее, быстрее! С вами был торт! Но и это еще цветочки по сравнению со странной американской традицией вмазать друг другу тортом по лицу. Думаете, исключение? Тогда посмотрите на эти любительские кадры американской свадьбы. Какими бы дикими не казались нравы древних, похоже, они были гораздо выше, чем на современных свадьбах. Некоторые не напрасно даже шутят, что именно свадебное торжество превращает человека обратно в обезьяну. Как бы то ни было, ученые не так давно пришли к неожиданному выводу. Именно свадьба помогает человеку укрепить иммунитет. Специалисты проанализировали данные порядка 127 тысяч жителей США. Одни из которых были в браке, а другие нет. И выяснили, свадьба, да и в целом семья, способствует хорошему здоровью. А все потому, что мужчины в таком случае гораздо реже курят, злоупотребляют спиртными напитками и не ведут разгульный образ жизни. Быть может, поэтому мы гуляем на свадьбе, как в последний раз. Подсознательно прощаемся со всем вредным, что живет в каждом из нас. А на сегодня наши шокирующие гипотезы закончены. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. В 18.00. Продолжение следует...